Друзья, следующий пункт нашего вебинара, я хочу поделиться с вами пожирателями уверенности, кто и что пожирает нашу уверенность, я хочу поделиться с вами, кто и что пожирает нашу уверенность. Этих пожирателей очень много, но я выбрал пять главных таких, ну скажем не главных, а часто встречающихся пожирателей уверенности. Люди ко мне приходят на консультацию, люди приходят на семинары, и я вижу вот это у многих людей. И первый пожиратель нашей уверенности, это когда мы стремимся переложить уверенность за свою жизнь на других. Первое, что пожирает нас и наша уверенность, это когда мы стремимся переложить ответственность за свою жизнь на других. Знаете, вот многие из нас мы так мыслим, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Мне люди помогут, мне родственники помогут, болезни вылечат врачи, государство обо мне позаботится. Или как на Кубани говорят, что за мать, что сына до пенсии не прокормят. Понимаете, лечить нас будут врачи, государство позаботится, мать будет кормить, кто-то поможет, кто-то пожалеет. Это пожирает нашу уверенность. Дорогие, никто тебе ничем не поможет. Никто тебе ничего не должен. Пока ты не будешь заботиться о своем теле, один мудрый человек сказал, если тебе не нужно твое тело, оно не нужно никому. Если ты грубишь свое тело, не думай, что врач его вылечит. Не думай, что люди будут тебе помогать, все будут за тебя в восторге и что-то тебе будут давать. Просто так. Ничего это не будет. Тебе нужно взять ответственность за свою жизнь, на себя. Ты отвечаешь за свое здоровье, ты отвечаешь за свои финансы, никто тебе их не будет дарить. Ты даже за свое настроение отвечаешь. Не надо говорить, что он испортил мне настроение. Ты отвечаешь за свое настроение. Однажды один мудрый человек сказал, ты можешь плюнуть мне на куртку и ты можешь украсть мои туфли, но я никогда не позволю плюнуть мне в душу и украсть мое хорошее настроение. Один из моих наставников говорит, не мое настроение управляет мной, а я управляю моим настроением. Ты даже не можешь ответственность за настроение на других переложить, потому что, как я сказал выше пять минут назад, твое настроение зависит от твоих мыслей. У тебя плохое настроение, потому что ты выбрал, у тебя гнилое настроение, потому что ты выбрал гнилые мысли. У тебя депрессивное настроение, потому что ты выбрал депрессивные мысли. У тебя настроение, что ты никому не нужен, потому что ты выбрал мысли. что ты никому не нужен. А почему я в восторге? Почему я цвету и пахну? Потому что у меня мысли, я дитя Бога. Мой папа, когда смотрит на меня, он улыбается, он говорит, давай, сынок, какими прекрасными делами мы сегодня займёмся. Давай, сынок, что сегодня прекрасного мы сотворим, зачудим. Какие приключения сегодня нас ждут. Ещё ангелов тебе дополнительных высадил. Давай вмажем рог в этой дыре. Давай наведём шороху в этом городе. Давай встрепенём людей. Давай устроим праздник. Давай устроим вечеринку. Вот почему. Потому что мысли другие. Я беру ответственность.